приветствую друзья и так продолжаем изучать лара вели в этой версии в этом видео мы будем переводить наш проект на новую версию а именно на 8 седьмой версии на восьмую версию у нас уже таких видео много и в каждом видео я делал оговорку о том что если вдруг ты попался на клик бейт и ты искал видео в помощь чтобы перевести свой рабочий проект на новую версию ларавель то это видео не для тебя до в предыдущих это говорил в этом видео это видео и для тебя тоже здесь мы будем переводить наш проект с помощью которого мы изучаем ларавель 8 именно back-end front-end нас не касается и точно также тем же самым алгоритм ты сможешь свой проект перевести на новую версию лара были даже 6 или или с 5 даже не обязательно 7 и так если не ошибаюсь мы то подобным алгоритмом уже пользовались и на самом деле если вдруг ты изучаешь ты по идее должен сам изучаешь паровый по моему курсу ты по идее должен самостоятельно привести потому что мы уже неоднократно переходили и уже надо руку набивать самостоятельно делать но окей давай вместе друг у тебя там что-то не получится или друг ты по-другому как-то будешь делать просто для интереса можешь посмотреть как как мы это вместе сделаем и так для того чтобы перевести свой проект на новую версию ларавель я создал новую папку и первым шагом я установлю так называемую болванку что такое болванка это чисто установлено свеже установлен фреймворк самой актуальной версии на текущий момент и все все пакеты которыми мы пользовались я такую тут шпаргалочку приготовил так называемая болванка для нашего проекта ларавель устанавливаем команду для установки ларавель устанавливаем дальше id helper устанавливаем дальше дебаг бар установка ничем не отличается от от самого первого от установки в самом первом видео по в этом курсе дают все то же самое тут ничего нового нету можно смело устанавливать новое появляется именно в ларавель 8 если ты его устанавливаешь по документации потому что ларавель уй выпилили лили лили выпилили и добавили другие две вещи которые нужно будет выбрать во время установки и тут тут тейлор нам подложил свиноту потому что у нас все было завязано на bootstrap и да для нас это было удобно мы установили все там начальный как бы bootstrap есть и все мы хоть как-то худо-бедно интервизуальный интерфейс выводим и нам этого достаточно дамы сконцентрированы на бэк-энде фондент на в этом курсе не будет фронтен он будет отдельным курсом когда-нибудь вот и а тут тейлор сделал ход конем он избавился от bootstrap а вы избавился от у я от у я ну да ларавель вы выпилил и все и всем счастьем но не только я огорчился тут все сообщество огорчилась там были всяческие перепалки и тейлор в реддите отписался типа пацаны вы чё там все свое мнение высказал по по этому поводу какие были претензии людей к к этому переходу там блин я уже название забыл как эти life view там еще что-то неважно важно на что он там собирался перейти важно то что людей за дело то что эти два пакета эти два способа работы с фронт-эндом они себя не зарекомендовали они как что-то новое получается приходят и тут сразу же тебе говорят на пользуйся да как будто это проверенные закаленные в боях инструменты на что-то распорировал а вот я ларавель уй вам дал он такой же говорит ни хера они проверены и там вот все плохо на самом деле мы поэтому от него отказались потому что он оказался херовый однако против него вы чё-то ничего против не имеете но тем не менее ларавель уй сначала они сделали типа деприк этот и не надо бы мы больше не будем мы его там развивать давайте вперед это другое вот эти две штуки пользуйтесь но после того как сообщество там взбаламутилась решили все-таки ларавель уй продолжить вот специально для тех специально для нас и вышла на третья версия как раз третья версия ларавель уй которая специально заточена под восьмую версию она нам и нужна на потому что я посмотрел те два инструмента и продолжать курс с ними не затрагивая фронт-энд уже там не очень удобно будет а вернуть bootstrap на место и забыть про него вернули и забыли и дальше продолжаем изучать ларавель вот ларавель уй для этого просто вообще шикарно поэтому устанавливать будем его как раз после дебагбара мы устанавливаем ларавель уй устанавливается очень просто все описано на всякий случай здесь я команды тоже указал на каким образом это можно установить дальше чтобы собрать ресурсы нам потребуется установить node.js если у тебя не установлен выполнить команды npm run install и npm нет npm npm install и npm rundev в терминале в консоли в корне своего проекта дальше когда мы это установили мы настраиваем наш файл npm на всякий случай тебе его покажу но по сути мы мы переносим его из нашего предыдущего проекта так на что здесь стоит обратить внимание ну мы создаем connection к нашему mysql на что тут обратить внимание у меня почему-то после переноса каш драйвер был каш драйвер был не файл а сэшен а таблистки сэшен по умолчанию она не появилась и случилась ошибка да вдруг если у тебя будет ошибка связано с сессией вот сюда заходишь здесь ставишь каш драйверу файл и собственно все по идее ну на самом деле я его синхронизировал я посмотрел я его записал он перезаписался потом посмотрел этот example и синхронизировал там немножко отличается но эти отличия они ни на что не влияет можешь тоже его синхронизировать а можешь и не синхронизировать это неважно так где моя подсказочка настроили n файл для того чтобы у нас и laravel запустился и мы могли базу данных migrate сделать на всякий случай удаляем базу данных создаем ее заново делаем migrate появляются базовые наши таблички которые идут с с laravel вот это мы установили болванку на это у нас чистый laravel и те пакеты немногочисленные которые мы использовали в разработке все а ну да и на всякий случай скажу и dl helper надо еще не забыть документация у него написано зайти в composer джейсон и вот тут вот добавить по умолчанию вот эта команда не будет вот ее мы сюда добавляем чтобы да и халтер у нас автоматически срабатывал то композитор джейсон раз я разошел вот пусть вот ты увидишь что у меня тут есть на всякий случай ск никаких проблем у тебя возникнуть не должно все должно быть практически идентично но так как ты будешь не сейчас устанавливать а чуть попозже может быть всякие то версии будут более новые все все отличие так это мой композер джейсон возвращаемся подсказочку так не играет сделали все у нас болванка есть также как и я ты можешь каждый каждый свой шаг делать репозиторий не в репозитории каждый шаг коммитить вот я установил роваль вот я добавил файлик подсказок установил установил хелпер установил дебаг бар установил уй вот они тут все пришли ничего тут как бы важного нету и самое интересное идет вот уже тут теперь мы переносим файлы нашего проекта поочередно начинаем сверху вниз самая первая у нас папка app мы переносим за коммитили да все все таки придется делать также как я на всякий случай чтобы видеть какие файлы изменились и что в них изменилось потому что некоторые вещи мы будем откатывать переносим папку app вот просто берешь из старого проекта и копируешь ее сюда замены файлов так зеленая это зеленая это то что пришло новое она нас не интересует но пришло и пришло до пришло и пришло нас интересует вот синяя это то что изменилось синяя это то что изменилось изменился у нас только файл pp service provider но тут ничего страшного на самом деле не случилось местами поменялись boot и register и наши хаки прилетели да то есть не хаки а хак для maria db чтобы она корректно работала и для блок поста и блок категории мы привязали observer все так дальше все что можно было за коммитить также при переносе данной папке у нас некоторые файлы которые я откатил и которые коммитить не нужно было на всякий случай я просто загомитил в отдельную ветку чтобы ты видел да какие файлы я не принял и изменения их убрал в большинстве случаев мы этими файлами не пользовались так что у нас тут у нас есть handle папка exception handle handler у нас тут здесь был один юз прилетел к нам этот юз а в болванке у нас его не было так и все и прилетел репорт до которого тоже в болванке не оказалось мы тут ничего своего кода не писали поэтому мы берем то что есть болванки да то есть нам прилетевшие данные не нужны дальше register контроллер так у нас здесь app model user было здесь у нас просто юзер да опять же мы у нас на самом деле модель юзера лежит в папке models но так как мы ее не трогали регистрацию авторизацию не трогали поэтому в этот файл мы не заходили и правку вот здесь не делали она прилетела и нам стерла это вот собственно нам это это изменение нам не требуется мы тоже от него отказываемся два middleware чека тоже прилетели опять же мы эти middleware не трогали поэтому старая версия нам не нужна будет нам нужна новая версия в этом middleware тоже мы ничего не трогали там но опять же изменения такие но вот изменилась изменилась если вдруг забьешь и не захочешь а не буду ковыряться ну пусть остается ничего страшного не будет так в кернале а вот тут что-то поменялось тут у нас один my middleware заменил другого да вот это вот у новой версии а вот этого из старой версии прилетела нам это не нужно мы этот код не писали как бы на нашу логику это никак не влияет поэтому мы оставляем старые оставляем старый и оставляем версию из болванки а то что прилетело с проекта не берем вот так дальше модель юзер до модель юзер в новой версии у нас появился хэс факторе хэс факторе ну и собственно все остальное без изменения без изменения форматирования возможно даже вот это форматирование мне сделал этот печки шторм так ну собственно все поэтому нам версия юзера из болванки модельки она нам нужно а версия из нашего проекта которым бросили не нужно потому что здесь мы ничего не добавляли никакой своей логики нет если было бы к это какие-то методы бы добавили мы бы их вручную то перенесли так дальше сервис провайдеры опять же в не в один из сервис провайдеров меня лазали минорные изменения можно можно было бы проигнорировать но вот я решил не брать их так что здесь у нас паран будет вызывался теперь баран будет перестал вызываться опять же лучше оставить то что болванки так маршруты сервис провайдер для маршрутов также никакой нашей логики нету здесь в принципе особо тоже ничего много не поменялось берем то что у нас в болванки берем то что в болванки не на самом деле там поменялось что так это вот те файлы которые прилетели к нам из нашего проекта но мы их не берем потому что они нам не нужны мы берем место оставляем новые данные которые были в новой версии laravel ok папку app мы перенесли следующее мы переносим ресурсы а именно в ресурсах нас интересует папка блок и все в принципе просто переносим вот они все зелененькие в гит игнор я добавил до два файлика которые у нас сгенерировались с помощью этого идея helper а так в юшке перекинули дальше идут маршруты вот по маршрутам по маршрутам первое это я просто перенес это я просто перенес на самом деле насколько ты помнишь там у нас были изменения восьмой версии маршрутах эти изменения мы сделаем чуть попозже в данном комите я сделал просто перенос дальше вот тут что я сделал я просто перенес закомитил потом вот здесь вот я вернул то что у нас было в болванке там маршрут для home контроллера вот он я его вернул дальше все маршруты я не трогаю потому что у нас как бы болванка она еще не готова к первому запуску да нам нужно ее подготовить первому запуску чтобы увидеть ошибки в маршрутах да потому что если мы сейчас будем запускать ну она не запустится у нас у нас миграции нету и так далее так переносим миграции с миграциями мы тут есть небольшой маме нюансик да мы перенесли миграции у нас вот блокпост факторизе это зелененький это то что перенеслись окей так сидр датабэс сидр изменился то есть то что у нас было в болванке у нас изменилось посмотрим что он изменилось а ну да эти изменения нам нужны поэтому мы взяли получается у нас то что в болванке было просто закомментированная идут добавляются наши три три строки кода и еще сверху блокпост мы сюда добавили на потому что здесь обращение идет вот секции use у нас блокпост тоже появился так это синенький датабэс сидр так сюда чего добавил сюда я дополнил дополнил наш наш файл подсказки да то что нужно перенести файлы перенести шаблоны сиды фабрики и выполнить датабэс спиртен миграет фрэш пробел и сидр тоже чтобы запустились у нас так что дальше вот то есть мы уже подошли к тому что можно запускать мы запустили и мы видим ошибку в маршрутах ошибку маршрута которая нам нужно исправить нам нужно маршрута довести до с версии седьмой до версии 8 так распахну у нас здесь были просто строковым струс мы с помощью строки говорили в каком контроллере какой метод у нас отвечает за то или иное действие да теперь мы переводим это все восьмую версию да вот таким вот способом это об этом тоже рассказывал в видео о новшествах лоровель 8 так вот перенесли 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 вот тут изменения внесли было как было просто namespace блок префикс блок namespace у нас вот такой вот стал а еще помню секции юса написал нет секции юса не добавлял так дальше для админки вот эта строка у нас поменялось и все получается да да вот эту строку вот так как виде строки я сделал и после этого у меня все заработало у тебя по идее тоже должно заработать если опечаток никаких не допустишь тоже должен заработать смотри если вот эта штука у тебя не появляется внизу очень удобная вот здесь вот вот так кликаешь и show div preview нажимаешь и тогда она появится так все ну и собственно сиды нужно будет запустить да он за рефрешит все сиды сделает давай на всякий случай я запущу чтобы тоже быть уверенным что она все работает да так все запустились все окей можем зайти посмотреть на всякий случай посты еще раз посты категория вот они все есть юзеры юзеры есть все все нормально все заполнилось и теперь смотрим здесь да вот у нас базовая страничка laravel у нас мы смотрим то что у нас laravel у и установился это все сгенерировал все у нас есть тоже да наша страничка постов наша страничка категорий и наша страничка постов на главной странице сайта она у нас такая корявая была дамы и мы просто здесь выводили записи и все мы ее не украшали так на всякий случай пройдемся на самом деле везде прошелся и все нормально но я тебе на всякий случай покажу потому что люди могут думать наверное у него тоже там не работает раз у меня не работает буду думать что у меня не работает на самом деле все работает так 4 категория мусорные данные идентификатор должен появиться сам выдержка ну пусть будет выдержка сохраняем сохранилась выходим в посты видим наш пост вот не опубликованы поэтому серый давай его опубликуем публикуем сохраняем так вроде бы все работает то же самое с категориями добавляем новую категорию заголовок идентификатор сам появится ну ладно окей мы там протестировали как он сам появляется здесь мы протестируем какое мы его вводим сохраняем все хорошо редактируем добавляем двоечки все хорошо возвращаемся видим нашу категорию вот она все все с ней чудесно все работает по идее у тебя тоже должно все работать переход был достаточно простой но очень простой предыдущие переходы по моему даже мне сложнее чуть давались единственная фишка этого перехода это то что мы вот здесь вот ларавель у и устанавливаем который как бы тейлор не рекомендует но тем не менее они его тоже начали дорабатывать для восьмой версии потому что сообщество так захотел вот тейлор красавчик собственно все если вдруг мы что-то забыли и где-то у нас выскочит ошибка хотя мы все уже протестировали значит исправим следующих видео ничего страшного все спасибо за просмотр спасибо за поддержку канала если есть желание поддержать канал ссылки где-то будут в описании не болей всего тебя хорошего береги себя и своих близких пока